И продолжение истории с нападением на нашего корреспондента. По заявлению Кирилла Ющишина, нацполиция открыла уголовное производство. Пока правоохранители выясняют обстоятельства, мы уже узнали, кто такой Дмитрий Мусеялян, обвинивший нашего репортера в терроризме. Все подробности расскажет Елена Миндалёк. Дмитрий Мусеялян, внештатный советник губернатора Николая Ванасеси облсовета, схватил нашего журналиста Кирилла Ющишина за руку, грубо оттащил в сторону и отобрал его личный телефон, а после обвинил его в совершении теракта. Какого именно, где и когда, так и не объяснил. Как нам удалось выяснить, Дмитрий Мусеялян, экс-милиционер, в 2000-х работал в одном из РОВД Днепра, затем в 2007-м занялся предпринимательской деятельностью, открыл юридическую фирму, но по адресу, где она была зарегистрирована, местные жители ничего ни о Дмитрии, ни о его предпринимательской деятельности не слышали. У нас справки подтвержденные ЖЭК, то есть у нас такого по 12-й квартире не числится. В 2014-м баллотировался в народные депутаты Украины, проходил кандидатом по 40-му округу, как самовыдвиженец, но на выборах не набрал и 1% голосов. Затем занялся общественной деятельностью, открыл организацию межнациональной единиц, воевал в АТО. Родители Дмитрия разговаривать с нами не захотели, говорят, он уже тут давно не появлялся. Он здесь не живет, если вы уж хотите. Давно? Давно. До сколько лет? Кода полтора. Сейчас Дмитрий в основном проживает в Николаеве. Почему туда переехал и чем там занимается, рассказывать не захотел, комментируя конфликт, который произошел в облсовете. Не благословен, утверждает. Журналист телеканала Интер, провокатор и сам напал первым. Человек вместо того, чтобы просить, извините, подошел к культурному, сказал, извините, пожалуйста, кто вы такой? А он пытался телефоном ударить в нос. По заявлению нашего СОП-кора полиции, было возбуждено уголовное производство по статье препятствования работе журналиста. Сейчас следователи опрашивают свидетелей. На инцидент уже отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины. Глава союза Сергей Томиленко резко осудил произошедшее и призвал губернатора Николаевской области, цитирую, выгнать нападавшего. Пока же Алексей Савченко лишь извинился перед нашим СОП-кором за действия своих подчиненных. Елена Маналюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер.